Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео о Destiny 2 Отвергнуты. В нём я расскажу о новых противниках из дополнения Презренных. Технически это падшие, но я не перестаю офигевать от людей, что пишут в комментариях, что это очередной рискин и новых врагов не завезли. Ведь выглядят они совершенно по-другому, атакуют иначе и ведут бой так, как его не ведут обычные падшие. Тут нет маленьких трусливых дрэгов, которые стреляют из-за укрытий своими маленькими бластерами. Тут мощные и грязные разъярённые твари, от одного вида которых мороз по коже. Но давайте оставим лирику и поговорим, кто такие эти самые презренные и какими они будут в игре. Когда-то презренные и правда были точно такими же падшими, которых мы знаем, но оказались под влиянием эфира. В их организмах начались мутации, из-за этого эти падшие мутанты были заключены в самых глубоких закоулках тюрьмы Старейшин на Рифе. Теперь давайте же разберём виды этих самых мутантов. От Game Informer нам известно в подробностях о способностях атаки некоторых чудовищ, однако предупреждаю заранее, перевод их названий вольный, но с большой вероятностью именно так они и будут называться в русской версии игры. Полукровки. Эти монстры атакуют игрока каскадами молний, от которых практически невозможно уклониться. Мерзость. Атакуют стаями, передвигаются на шести лапах и взрываются подобно проклятым рабам Улья, но с куда большим радиусом взрыва. Рейдеры – телепортирующиеся противники, атакуют пустотными снарядами, напоминающими метательные диски. Скрытные останавливают урон игрока с помощью маленького щита, сбить защиту можно выстрелами в ногу. Ну и опустошители. Те самые твари из трейлера, размахивающие двумя цепными кадилами, врезают свои орудия в землю, создавая волну огненного урона. Но за старших на поле битвы – атаманы. Они владеют тремя способностями по типам урона. Солнечные атаки напоминают установленные турели, пустотная способность устанавливает щит для врагов, а электрическая притягивает игрока ближе к врагу для рукопашной атаки. Журналист Game Informer ответил, что презренные будут самыми агрессивными врагами в истории Destiny. Они рвутся на пролом, не прячутся за укрытиями и способны одолеть даже самого опытного игрока. Также известно, что большая часть сюжетной кампании будет разворачиваться на новой локации – спутанных берегах, за время которой игроку предстоит охотиться на баронов – тех самых лидеров падших, которых мы видим за спиной у принца Ульдерна. Вообще журналист рассказал слишком много о сюжетной части дополнения, но я не хотел бы об этом рассказывать в этом видео, а то это уже прямой спойлер. Охотиться на баронов можно будет в любом порядке, за ручку не будут водить, так что некоторая свобода передвижения будет свойственна сюжетной кампании, но правда только на время охоты на шестерых баронов, всего их восемь, напомню. Убиваете шестого, а потом возвращается линейность, и вам скажут, куда именно стоит отправиться дальше. Битва с баронами тоже должна стать чем-то особенным для игрока. Каждый из этой шайки обладает индивидуальным стилем атак, а значит и игроку предстоит подобрать для сражения с каждым бароном разную стратегию. К моменту монтажа этого видео нам рассказали уже обо всех баронах, и статья с подробным переводом и описанием есть в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на эту интереснейшую статью я оставлю в комментариях и в описании ролика. А пока расскажу о четырех из баронов. Кстати, интересный факт. Банжи настолько вдохновились тематикой вестерн, что имя каждого барона связано с тематикой фильмов этого жанра. Интересно, а их вдохновения ковбойской романтикой хватило на то, чтобы вернуть самый известный ковбойский кэнон из первой части? Ну да ладно, давайте обратно к именам баронов. Первого позовут наездница, она пилотирует щукой. Наверняка ее мотодрыгл будет куда более прокаченным, чем те, на которых катаются дрэги в патрулях Несса и ЕМЗ. Безумный бомбардировщик. Этот барон, не поверите, бросают бомбы. Барон-стрелок является снайпером. Миссия против него будет сфокусирована на бое на дальних дистанциях. Я, как любитель снайперов, жду встречи с этим мерзавцем больше всего. Другой барон, ловкач, будет использовать против стража различные ловушки и скрытые взрывчатки. А помните того огромного капитана падших из трейлера? Его имя Паук. И это дико интересный персонаж, например. Ведь это не какой-то там барон, например, а вендор локации «Спутанные берега». У него будут непростые отношения с игроком. Паук не всегда будет помогать стражу в самых горячих точках. Когда мы попадем на локацию «Спутанных берегов», Паук запросит помощь в убийстве некоторых захватчиков, а позже попросит убить определенных изгоев из тюрьмы старейшин, которые распространились по всей Солнечной системе. Эти враги могут попадаться на патрульных зонах, в налетах, во время гамбита, или в некоторых затерянных секторах даже на старых планетах. Мне описание таких поручений напомнило миссии от Pet Revenge из первой части, где мы охотились на мощных одержимых, разыскивая их в разных уголках планет. Вроде ничего не забыл. Пишите в комментариях, как вам новые гады. А я пока прощаюсь. Следующий ролик с информацией от Game Informer выйдет тоже скоро, стараюсь все успеть. Поговорим о геймплейных изменениях и нововведениях. Не пропустите его, подпишитесь на канал, а если все еще остались вопросы про дополнения отвергнутые, то посмотрите предыдущие ролики на канале, уверен, в них вы найдете массу интересного и ответы на свои вопросы. Не забывайте про статью об аронах. Спасибо за просмотр. Пока!